Мы будем выбираться с этого Вибола. Ну, там большое название, друзья. Я обязательно размещу это на YouTube-канале «Вы забытые руины». Я размещу это в группе Телеграм Нарнии. Добавляйтесь, там всё это будет. А мы продолжаем двигаться. Сейчас будем выходить из этого комплекса. Комплекс разрушенный. Много уже всего показали и рассказали этих разрушений. Ну, вот он, конечно, даже среди прочих... Почему он очень важен? Потому что мы видим разрушение в оригинале. То есть сюда ещё не дошла та самая реставрация. Какие же орнаменты? Которая всё это потом со временем закроет, уберёт, до обезобразит. Солнце выглянуло. Сейчас зима в Камбодже. Но зима это плюс 33 и выше градусов. И, конечно, такой климат, ещё и влага сильно не дают. Прям мобильности особой. Потому что ты немножко всегда вялый и уставший. И представить, как эти люди здесь такое создавали. Очень трудно. Потому что ты должен всё время... А, вот той стороной ещё можно обойти там по периметру. Потому что всё время спрашивая себя, как тут вообще можно выжить без современных... То есть тебе вода, еда. Большую часть дня ты работать не можешь. Потому что они вот сейчас, они не работают жару, они лежат. Они работают несколько часов. Они начинают с трёх часов работать. А в пять уже, в шестом часу ныряет солнце. И ты больше ничего не можешь сделать. Я имею в виду, ныряет в газогоризонт. Уходит в закат. Вот, мы про что говорили. Сложные формы. Когда у нас идёт стык к следующему блоку. Ну да, есть ещё отверстие. Плоскость. Вот она. Ровная плоскость. И вот эта вот стыковка, она идёт по непрямой линии. Под углом. Здесь рассыпалось многое. Если не всё... Ох ты же. Ох ты же. Блоки попадали. Ты где там наверху? Я вот хочу ещё вниз спуститься. Глянуть, что хоть тут происходит. Так. Ну а тут у нас что? Тут у нас посыпались блоки. Рухнули они. Они же были и засыпаны. Сейчас их немного подочистили. Ну вот видите, объект ещё очень-очень засыпанный. И, к сожалению, продолжающий разрушаться. Здесь как будто бы у нас лестница. Но много отверстий в блоках. Да, не как будто бы... Здесь симметричная лестница, Максим. Да, туда. И я, ты знаешь, может быть мы спустимся. Может там что-то ещё должно было быть. Просто немного пройти. Там такой крутой обрыв. У меня общее впечатление. Так, спокойно. Камера запрыгала. Ну вот. Бывает. На таких руинах. Он даже у меня несколько видео отказался записывать. Вот часть башни попадала. Слушай, тут просто музейные экспонаты, по которым вся жирность бегает. Вот лев. Целый лев. Ты спрашивал, оригинальный ли это лев. Показываю, насколько оригинальный. У него даже ноги не отвалились. И у соседнего точно так же. У них обычно эти очень шаткие, вот эти элементы нижней части. И они... Разрушены обе гапуры. Да, я всё-таки считаю, что нужно вниз спуститься. Интересно. А, Макс, там есть камни внизу. Пошли. Пошли. Пойдём. Меня начинает, когда манить куда-то, я следую этим глаз этого льва. Да. Очень интересно. А тот вот второй. Вот это к тому, что оригинальные руины без небольшим раскопом, без реставрации. Да, скажешь. Вот против, когда скульптуры влежат, я возражаю их. Нужно достать. Их нужно в идеале... Они должны занять какое-то положение музейное, потому что природа не щадит никого. Вот он, про что я вам говорил. Лев, а ноги отдельно. Иду по основанию из лотерита. Лотерит, он твердеет, резко набирает вес и становится... И вес, и плотность. Твердость, и он становится сразу камнем к трудной обработке, как только попадает на солнце. Его можно только в темноте добывать. Ну, как раз архитектура нагов и камня в темноте. Макс вот спускается по глыбам этих камней. Мы находимся на горе. Этот объект находится на горе. Скальное основание видно. И ты знаешь тогда, как он разрушился. Скальное основание, такие вещи. Спускайся, спускайся. Да. Жалко, конечно. Там львы лежат, вообще цельные. Даже ноги не отвалились. Да, не, у львы, с одной стороны, да, отражено у них многое. С другой стороны, они на львов-то и не похожи. Вот, кстати, еще фрагмент. То ли нага, то ли льва. Нет, похоже, льва. Так. Да, льва, глаз. Спускайся, там тебя не слышно. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь сказать, добавь, потому что у тебя всегда очень много мыслей. Ну, как всегда, хорошая мысль пришла. Хорошая мысль, я пришла. Это не опосля, да? Да. Логика какая, что... Ну, невозможно поверить, что это создавалось без сложной строительной техники. То есть, соответственно, строительную технику, банально, даже современную строительную технику, они это не разобрали только потому, что сейчас, для того, чтобы туда это разобрать, тебе тоже нужна современная строительная техника, а чтобы ее сюда подвезти, тебе нужно построить под нее отдельную автодорогу. Как минимум. Да, тебе нужно построить просто дорогу, чтобы вот сюда проехала строительная техника, никак иначе. Она сюда никак не доедет. И даже с помощью современной строительной техники, ну, допустим, ты доставляешь дузы, там какие-то... Пойдем там тихонько вниз. С помощью подъемных механизмов их поднимаешь, допустим, устанавливаешь туда, куда нужно. Ну, а на части объекта, мы вообще понимаем, что туда невозможно вообще никакой строительной техники подогнать. Единственная возможность доставки туда материалов, ну, буквально вертолета. Да, или спуска, как в Термесесе туда, в принципе, он невозможен к реставрации. Туда технически невозможно загнать технику. Мы с тобой спускаемся, обалдеть, обалдеть, обалдеть. Мы, слушай, да я вообще, я до речи теряю. Ну, вот ступеньками какими-то, какой-то же спуск... А, не, ну тут подожди, а дальше что? Есть ступеньки, да? Это все, что мы стоим в фундаменте, там в глуши. Сейчас мы, друзья, будем искать какой-то, попытаемся найти спуск. До встречи на YouTube-канале Забытые Руины, а это уже в следующем видео. Фантастика, фантастика, просто, просто невероятно. Фантастика, фантастика. Продолжение следует...